друзья в своих видео мы часто упоминали загадочные фильтровальные элементы для чего они нужны какие они мы как бы вскользь касались этого вопроса но никогда не заостряли на этом внимание именно в этом видео мы хотим показать какие существуют фильтровальные элементы для чего они предназначены из чего сделаны одним словом все это как бы упорядочить не систематизировать вот здесь на столе я собрал все фильтровальные элементы которые существуют ну по крайней мере доступны мне в этот момент разного размера из разных материалов они могут быть из металла из стекла из камня но одним словом из всяких негорючих материалов конечно первом месте металл очень разнообразная разнообразный ассортимент этих фильтровальных элементов кроме того я вам покажу какие существуют шлифы там на пасы ведра как хотите называйте для того чтобы показать как именно используются это фильтровальные элементы ну и стоит упомянуть наверное что он фильтровальные элементы чаще используются в контексте бонгов или трубок для чего для того чтобы отделить дым от других каких-то горючих субстанций которые в процессе горения появляются там зала какая-то копоть может быть даже какие какие-то угольки там мелкие которые в процессе горения могут попасть в воду будут гореть через шлиф попадают воду загрязняют воду уже некрасиво как бы ну и не дай бог попадают вместе с дыханием вместе с дымом к вам в гортань в легкие но одним словом фильтровальные элементы это очень важный важный важная деталь в любом девайсе хотя она очень маленькая и может быть кто-то не сразу задумывается какую подобрать какой подобрать фильтровальный элемент именно именно для этого девайса имеют в процессе покупки поэтому я прошу вас заострить все-таки на этом внимание посмотреть это видео и в процессе покупки упоминать фильтровальный элемент в заказе в разговоре с менеджером ну и у нас на странице товара допустим как это бывает с бонгами обычно рядом вот с этой деталью лежат те фильтровальные элементы которые удобно использовать именно с этим вот с этим напасом то есть вот эта вот часть шлиф или напаса в котором происходит именно горение стаффа и так я разделю сейчас те фильтровальные элементы которые мне на столе вот они не тут находятся я разделю на какие-то группы по паре слов скажу о каждом из них но потом покажу в каких случаях их удобно использовать начнем с металлических фильтровальных элементов потому что их большинство значит вот такие вот ложки часто их выпускает компания black leaf хорошо вам известно они хорошо себя зарекомендовали очень долговечные их удобно использовать ну допустим вот такой вот толстостенный шлиф и можно даже загибать вот эти вот такую вот ручку она очень удобно стоит и удобно извлекать вот таким вот образом можно переворачивать ее одним словом очень удобная вещь вот еще такой вот вид ложки я бы сказал это гибрид ложки и сетки на жестком ободе тоже удобная вещь они сделаны вот такие вот полусферой вот такой вот и удобно использовать вот в таких вот допустим шлифах тоже достаточно широкое выходное отверстие по диаметру совпадает главное что фильтровальный элемент совпадал по диаметру тоже можно зафиксировать погружение этого этой ложки вот таким вот образом замечательно она стоит все улавливает ну единственное что сделано на и сетки ну и при активном использовании может конечно прогорать это не беда всегда у нас в магазине есть тем более они разного радиуса все можно возобновить так следующий очень важный интервальный элемент и много видов это мягкие сетки мягкие сетки плоские вот такие вот мягкие сетки используются в трубках в различных то есть удобно очень их использовать подобрать просто правильный диаметр она отлично там лежит отлично держится за стенки вот таким вот образом у нее стенки немножко такие проволочки острые она цепляется за стенки особенно деревянных трубках очень удобно кроме того вот эти вот мягкие сетки очень хорошо подходят для вот таких вот трубочек металлических очень распространенный вот этот чубук или там камера сгорания как хотите называйте вот именно с внутренней резьбой такой очень много трубок именно имеет вот такой вот чубук и вот эти мягкие сетки просто не знаю рождены для того чтобы стоять в этих трубках вот таким вот образом отлично она там стоит и отлично выполняет свои функции единственный минус что они тоже прогорают часто и в принципе благодаря своей дешевизне и доступности их не сложно поменять следующий фильтровальный элемент тоже неплохой я бы поставил его наверно на третье даже место это вот такие вот чашечки но без жесткого обода тоже сделаны из сетки вот такие вот они такие полусферы тоже очень удобная штука основной плюс вот этих вот фильтровальных элементов из сетки то что можно в принципе менять их диаметр то есть немножко так раздвигать их или наоборот сжимать подгоняя под тот диаметр который вам нужен удобно тоже для бонгов использовать вот брать чуть поменьше вот допустим чтобы оставлять объем шлифа максимальным ну и соответственно минус тоже они иногда прогорают потому что сеточка тонкая все таки металл тонкий проволочка и на при активном использовании при постоянном нагревании возможно прогорание но очень удобная вещь для для различных девайсов курительных и для трубок и для бонгов вот обратите внимание очень часто они встречаются именно на фото рядом с какими-то шлифами дальше покажу вот такие вот подушечки подушечки тоже сделаны из проволоки вот имеет вот такую форму тоже с одной стороны полусфера с другой стороны практически плоская подушки сделаны из проволоки они хороши тем что с помощью них можно регулировать объем камеры сгорания вот этого шлифа то есть можно установить эту если вы не хотите вот полностью набивать его допустим просто установили эту подушку туда вот таким вот образом и уже можно туда поменьше насыпать став а тоже очень удобно плюс двойная фильтрации то есть сверху и снизу как бы двойной слой сетки не пропускают уже ничего очень удобно так сетки на жестком ободе тоже часто встречаясь еще фильтровальный элемент сделаны из металла вот они такие вот бывают удобная тоже штука но главное тоже конечно подобрать правильно диаметр смотрите примерно свой размер шлифа вот этого сама самой камеры сгорания ну и устанавливаете ту которого больше нравится отлично она стоит она идеально круглая подходит по диаметру если к вашему шлифу то поверьте претензий у вас не будет тоже бывает что она прогорает конечно но сетка здесь такая вот жесткая и в принципе намного хватит так по металлу вроде бы все разобрались встречаются еще может быть реже гораздо чем остальные но вот такие вот на фильтровали элементы сделаны из камня довольно экзотический вариант вот они тоже бывают разного диаметра есть еще побольше вот такой вот камешек тоже как бы удобный фильтровальный элемент подходит надо подобрать диаметр опять же подходит под многие допустим если вы неправильно подберете диаметр он просто будет проваливаться вот таким вот образом это ничего вам не даст почему я говорю что диаметр очень важен но если вы возьмете вот такой вот камушек то он идеально уже стоит в напасе идеально закрывает здесь такие по бокам прорези для дыма ну и центральное вот такое вот отверстие очень удобно ну и плюс камень камень это сама долговечность долго будет работать главное что его не потерять так ну и стекло камень пореже встречается вот стекло наверное почаще ну и вот такое вот многообразие стеклянных фильтровальных элементов вот есть таких и стеклянных гранул спрессованные такие как таблетки обычные устанавливаются на дно вот если у вас есть какой-то вот таким вот донышком допустим но все равно отверстия угрожает проникновением каких-то зольных включений в дым но вот такой вот вот такая вот таблетка из стекла решит этот вопрос вот главное не потерять обычно люди когда вытряхивают там пепел уже вместе с фильтровальный элемент а может это все пропасть поэтому ну если вам понравился фильтровальный элемент желательно как-то при вытряхивании пепла его поймать или там потом уловить так теперь есть вот такие вот такие как напоминают что ли цветочки стеклянные такие или гвоздики их большое разнообразие вот такие вот звездочки такие вот бомбочки есть такие вот красивые они в принципе такие вот прям не знаю такие цветочки из стекла тоже их можно использовать но конечно они более капризные температуры иногда трескаются и предназначены в общем то для того чтобы закрыть маленькие отверстия такие вот вот допустим отверстия такое достаточно узкая если плотные плотная субстанция у вас растительная может не какой-то фильтровальный элемент и не понадобится но в данном случае вот вот это вот звездочка отлично будет закрывать это отверстие даже маленькая ну и препятствует проникновение каких-то зольных включений я должен сказать справедливости ради что бывают такие вот напасы которых уже есть включенная сетка там уже до интегрирована одно целое с камерой сгорания это очень хорошо в принципе но бывает так что она трескается или процессе ухода что-то не случается поэтому не исключайте что вам понадобится какой-то вот из мной вышеперечисленных фильтровальных элементов кроме того если вы владелец не бонга там не стеклянного не акрилового кстати в акриловых бонгах металлических шлифах бывает уже при продаже интегрирована интегрированная мягкая сетка вот такая вот как я показывал вам раньше вот такие вот они вот поэтому рано или поздно она прогорит я бы запасся заранее вот каким-то набором мы всегда с бонгами вкладываем вот такие вот мягкие сетки там несколько штук никогда не бывают они лишними поверьте даже если не подходят они для именно вашего бонга то для трубки для чего-то еще обязательно найдут свое применение для трубки я имею ввиду вот такие вот деревянные трубки в которых часто нет никаких уровней очистки воды нет фильтровальных элементов встроенных но есть отверстия через которую запросто может пролететь какая там искорка какой-то уголек там неприятно это будет ощущаться на языке там поэтому фильтровали элемент нужен или вот такие вот стеклянные трубки можно устанавливать вот эту вот звездочку вот таким вот образом она стоит и в принципе свою задачу выполняет в ту же трубку можно устанавливать и жесткую сетку вот на жестком ободе металлическую можно устанавливать и круглую мягкую сетку одним словом я клоню к тому что для любого девайса существует свой или один или несколько фильтровальных элементов которые вот идеально к нему подойдут ваше дело их выбрать с нашей помощью конечно же ну и потом комфортно себя чувствовать в процессе вот вашей курительной сессии неполноценным было бы это видео если бы я не упомянул о каких-то способов самостоятельно решить эту проблему я имею ввиду не покупая никакие фильтровальные элементы или допустим вы потеряли его или забыли купить одним словом вот курительная сессия вот друзья вот как бы став нужно что-то делать а вы понимаете что ничего не выйдет потому что отверстия шлифе большое и в общем то даже имея супер навороченный банк покурить его не получится все загорится потом со свистом провалится вниз попадет в воду став испорчен вечер из испорчен друзья в обиде и так далее поэтому должен вам сказать что я тут на помощь может прийти фольга вот кальянная фольга или вот такая обыкновенная кухонная фольга этом бытовая как угодно прекрасно она может заменить фильтровали элемент просто немножко приложить умение какого-то свернуть какую-то там чашечку установить сюда но я покажу даже на трубке немножко зафиксировали и вот ее как-то вот таким вот образом обжали аккуратненько кроме того фольга будет препятствовать такому тотальному загрязнению вашего напаса то есть не так сильно его надо будет мыть потом старательно возьмете потом там зубочистку допустим или иголочку какую-нибудь несколько дырок сделали в ней вот таким вот образом наделали дырочек этих и у вас за вот буквально несколько секунд готов довольно неплохой рабочий фильтровали элемент после использования просто сняли это все выбросили и в общем-то иметь и чистую трубку или там чистый напас очень неплохой вариант нет фольги тоже не беда какой-то провод старый есть в любом доме взяли вот такой вот провод сняли с него изоляцию взяли несколько вот этих проволочных волосинок вот скрутили их сделали вот на подобие наподобие вот таких вот каких-то шариков каких-то плюшек каких-то вот таких блинчиков зависимости от формы вашего дна вашего напаса и в общем-то используйте в качестве фильтровали элемента отлично отлично это работает ничего не стоит свою задачу выполняет просто на пятерочку отличный тоже вариант если у вас есть другие какие-то варианты пишите в комментах под этим видео рассказывайте нам примем к сведению и будем другим людям рассказывать доносить доносить до них вот эту вот культуру потребления это очень важно кроме того не забывайте подписывайтесь на наш канал ищите нас соц сетях мы есть telegram в instagram в тик ток одним словом мы всегда на связи с вами пишите спорте задавайте вопросы спасибо всем мир а 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 и а а Продолжение следует...